Здравствуйте, меня зовут Екатерина Гусева. Я являюсь генеральным директором коммерческой организации физкультурно-спортивный клуб «Время спорта». Наша организация создана для того, чтобы поддерживать спортсменов и развивать спорт на территории Энгельского муниципального района. Но управление спорта в лице начальника Королёва Владимира Викторовича всячески препятствует этому нашей деятельности, используя административный ресурс. В частности, сейчас сложилась такая ситуация, что управление спорта лишает наших спортсменов залов, в котором мы проводим тренировки. Подробно об этом расскажет наш тренер, кандидат наук, мастер спорта, тренер высшей категории Гусев Михаил Станиславович. Мы обращаемся к губернатору Саратовской области Бусаргину Роман Викторович. Уважаемый Роман Викторович, решением собрания депутатов нам выделено помещение, к которому мы переоборудовали спортивный зал. Мы сделали в этом зале очень многое путем помощи родителей, детей. То есть установили освещение, установили стеклопакеты, купили необходимое все оборудование, два борцовских ковра, шведскую стенку, турники, брусья, мягкие маты гимнастические, оборудовали зону переодевания для детей, тренерскую. То есть сделали зал полностью готовым для эксплуатации, для проведения нормальных тренировочных занятий. В нашем зале тренируется более ста детей. Среди них очень достойные ребята, победительница первенства России, серебряная призерка первенства мира Давыдова Ирина Сергеевна. Очень достойные ребята, в том числе и шесть кандидатов в мастера спорта. Оборудованный спортивный зал позволил администрации спортивного комплекса предоставлять его в аренду, зарабатывая внебюджетные средства. В этом же зале занимаются ребята из спортивной школы «Юность». Естественно, клуб предоставляет оборудование безвозмездно. Эксплуатируется этот зал шесть с половиной часов. Мы занимаем как клуб в нем полтора часа в день. Наш клуб работает в поддержке не только развития спортсменов, но и проводит социально ориентированную работу. У нас ребята занимаются из многодетных семей, в том числе приезжие беженцы из Донбасса. Десять человек ребята ходят и хороший результат показывают. Дети, чьи родители участвуют в специальной военной операции. Невзирая достаточно, казалось бы, выгодное сотрудничество, к сожалению, начальник управления спорта дает нам отрицательное заключение нашей работе, нашей деятельности, тем самым блокируя вынесение вопроса предоставления помещения нам безвозмездное пользование через собрание депутатов. К сожалению, это не первый случай, когда начальник управления пытается... имеет предвзятое отношение к нашему клубу. Мы несколько раз пытались внести в календарный план спортивных мероприятий свои соревнования, он всячески этому препятствовал. Те мероприятия, которые вошли в календарный план, срывают сроки их проведения, не оплачивают соревнования нашим детям. Хотя спортивная школа была готова оплатить. Вот в 22-м году в декабре наши ребята успешно выступили на Приволжском федеральном округе, спортивная школа готова была рассчитать, но Королев заблокировал этот платеж. До сих пор дети остались без оплаты. Потом у нас ребята не могут выступить, отстаивать честь района. То есть он не включает их в сборную города Энгельс для того, чтобы принять участие в первенстве Саратовской области. У нас очень много документальных подтверждений злоупотребления Королевым своих полномочий. Но сейчас вопрос у нас наиболее актуальный, это занятия в этом спортивном зале. Дело в том, что в случае выдворения нашего клуба на улицу у нас клуб должен будет забрать все имущество. И отсюда вытекают следующие вопросы. То есть спортивная школа, где будут заниматься дети спортивной школы юности? У спортивной школы юности нет своего оборудования. Второй вопрос, куда пойдут дети, которые у нас занимаются в нашем клубе? Среди них и также ребята из многодетных семей, дети, чьи родители участники специальной военной операции, в том числе дети из беженца из Донбасса. Эти вопросы мы адресовали главе Энгельско-муниципального района Дмитрию Плеханову. Но, к сожалению, ответа мы не получили. Он нас перенаправил на собрание депутатов, что мы должны обратиться в собрание депутатов и там это все подробно им рассказать. Но согласно процедуре, при отрицательном заключении администрации о нашей деятельности на собрание этот вопрос выноситься не может. Получается, круг замкнулся и обратиться нам больше некому. Также у нас родители беженцев тоже писали письменное обращение к главе, но ответа по существу вопроса также не последовало. Была отписка. В этой связи, уважаемый Роман Викторович, мы просим вмешаться вас в эту ситуацию и объективно оценить нашу деятельность. Меня зовут Татьяна Громыко. Я являюсь родителем нашего юного спортсмена Громыко Захара. И как представителя от всех родителей, я хотела бы присоединиться к словам Михаила Станиславовича о том, что действительно высказать наши переживания о том, что будет с нашими детьми, с нашими тренировками. Потому что мы сейчас очень переживаем. Мы уйдем сейчас на лето, причем мы не просто уйдем, все равно тренировки какие-то будут продолжаться, как обычно. Михаил Станиславович очень поддерживает детей даже летом. То есть на стадионах они продолжают тренироваться в свободное время. Ездят в лагеря. И сейчас, придя после летних каникул, мы очень переживаем, что вернемся ли мы в наше здание, в наше помещение, потому что очень много действительно вложено. И мы сами от себя, конечно, помогаем. И что-то там предоставляется. Дети заняты делом. Сейчас прекрасно все знают, какая ситуация с подростками обстоит в городах. И очень здорово, что они привлечены, занимаются спортом. Тренировки проходят три раза в неделю. Михаил Станиславович настолько достойный, он действительно очень достойный тренер. Мы очень рады просто, что мы попали к нему, и мы шли специально на него. Потому что это человек, который воспитал и КМСников, и мастеров спорта. Взять только одна Ирина Давыдова наша, которая серебряная призера в Сербии в 2020 году. Именно он ее тренировал и воспитывал. И это гордость нашего маленького города Энгельса. Поэтому я считаю, что не только я и все родители считают, что тренировки просто должны продолжаться. Тем более у нас сейчас появились дети из Донбасса, из малообеспеченных семей. И мы считаем, что ни в коем случае нельзя это закрывать и прекращать. Я Толоверов Денис, отец двоих детей, которые здесь занимаются, дочка и сын. Хочу сказать, тут складывается парадокс. Смотрите, государство наше, оно вкладывает в спорт, в развитие. Вот площадки строит, как бы развивается. У нас город начинает развиваться, но вкладывается с федерального бюджета. То есть власть за спорт. Но парадокс в чем заключается? А наше энгельское спортивное руководство нам ставит палки. То есть тут получается, что это такое государство и наши энгельские чины. Ну, как бы я скажу по такой ситуации. Это просто парадокс. Как надо что-то решать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.